всем привет в этом видео у нас уже практическая часть на которой мы изучаем связь таблиц многие ко многим так все что у вас открыто можете позакрывать мы этим пока пользоваться не будем вот вот тут мы ничего добавлять не будем откройте если у вас есть вот эта вкладка базы данных если нет тогда откройте myoscale workbench и работаете в нем принципе мы тут сейчас будем создавать новые таблицы то есть если у вас есть workbench вернее если у вас есть вот эта вкладочка базы данных то есть вы используете enterprise версию тогда откройте базу данных и вот эту кнопку нажмите jump to query консоль то есть чтобы перейти в консоль тут у меня есть какой-то куча старого кода он весь закомментирован либо если у вас вы работаете через workbench да myoscale тогда откройте его в принципе мы будем команды вводить одну одни и те же вот я это буду делать в вот этот в окне консоли интеллиджи идея и так как я говорил мы будем создавать сейчас наши все нужные таблицы мы не будем пользоваться с таблицами car owner по моему вот этой таблицы у вас нету и это я так себе тут кое-что экспериментировал поэтому давайте будем писать наши команды по созданию таблиц первая команда это у нас будет create table как я уже говорил мы будем использовать такси и пассажиров то есть первое это у нас будет create table pass но ps это пассажир мы так сократим далее открываем круглые скобочки ставим точку запятую для разделения наших команд и давайте напишем первое наше поле это айди она у нас будет int int овое поле not null auto increment и это будет у нас prime реки то есть первичный ключ так ставим запятую тут у нас давайте пускай будет name name это пассажир имя пассажира это будет у нас ворчар допустим 25 символов этого вполне достаточно для имени и давайте не знаю давайте пускай будет возраст можно любое поле сюда добавить ну так как это у нас служба такси будет лучше сюда добавить ворчар номер телефона ну или что-то такое ну ладно неважно это поле так можете есть себе для экспериментов добавить еще несколько полей какие считаете нужным там адрес может пассажира да чтобы его быстрее забирать далее мы создавляем создаем вторую таблицу это у нас будет таблица такси аналогично открываем круглые скобочки ставим точку запятую и опять же у нас первое поле это будет айди тут все тоже самое int not null авто инкремент и аналогично это будет у нас prime реки так и что еще добавим пускай будет у нас тоже имя но это будет допустим автомобиль да там мы как-то назовем его там авто 1 авто 2 авто 3 либо там либо у нас может быть до несколько классов такси там премиум элит или стандарт вот как-то так ну тут давайте тоже 25 символов вполне будет достаточно то есть тут я думаю для вас ничего нового мы создали таблицу пассажиров и создали таблицу такси теперь нам надо установить как-то связь между вот этими вот таблицами и именно для этого мы сделаем нашу промежуточную таблицу нашу join таблицу а будет 3 именно смотрите надо именно в таком порядке создавать то есть сначала создать одну таблицу вторую а потом именно третью таблицу которая связывает их нельзя сначала создать таблицу которая связывает да нельзя создать таблицу которая связывает таблицы которых нет поэтому мы создаем сначала именно вот эти первые две а потом уже создаем третью таблицу Так, создаем третью таблицу В принципе, тут у нас команды будут те же самые Так, я вот это стараюсь писать большими буквами Чтобы команды отличались от полей Поля я пишу маленькими буквами А вот этот команды большими Ну, а вы пишите, как вам нравится В принципе, и IntelliJ подсвечивает код Поэтому понятно будет и так, и так Пишите так, как вам нравится Итак, таблица у нас будет называться Так как она связывает пассажиры и такси Мы ее так и назовем Пассажир такси То есть, напишем вот тут PASS TAXI Только через underscore Вот Аналогично открываем, закрываем кругу и скобочки И так, первое поле Это у нас будет PASS ID PASS ID То есть ID пассажира Вот Это будет у нас интовое значение Тоже not null Not null Запятая То же самое мы сделаем из такси То есть, taxi ID Аналогично это будет Так, инт Я договорился большими писать Int Not null Отлично Теперь смотрите Вот тут мы сразу при объявлении указывали Что это primary key То есть, это первичные ключи Вот это PASSIGER ID ссылается на вот это Taxi ID ссылается на вот это То есть, это будет foreign key Это внешние ключи Мы их тоже все это запишем Но сейчас Так как это у нас вот это Первичный ключ Вот это первичный ключ То в этой таблице Первичным ключом у нас является Сочетание вот этих двух полей То есть, что мы для этого пишем Пишем Primary key Открываем Закрываем Скобочки И пишем PASS ID Запятая Так Куда я это начал писать За пределами скобочек PASS ID и Taxi ID Вот, то есть У нас тут первичный ключ Это сочетание вот этих двух полей Ну и естественно Да, вот эта запись Не может Ну повторяться два раза Она будет уникальной Сочетание вот этих двух полей Так И теперь смотрите У нас создано три таблицы Но они между собой Никак не связаны Поэтому сейчас мы связываем То есть, пишем Foreign key Foreign key Вот этот PASS ID Он ссылается То есть, пишем References На Так, это я PASS ID На вот этот На PASS ID То есть, мы пишем Таблицу PASS И в скобочках Указываем На вот этот На первичный ключ То есть, выбираем ID Ставим Запятая Запятую И аналогично Прописываем То же самое Для такси ID То есть, такси То есть, такси То есть, такси То есть, такси ID Вот это вот поле Оно будет связано С таблицей С таблицей вот этой такси С полем ID Вот с этим полем Так Вот так И давайте подровняем код Вот так вот он выглядит Смотрите Мы написали Очень немного Но Когда люди Первоначально С этим знакомятся Их часто Очень сбивают Вот эти вот Одинаковые названия Да, там ID ID В одной таблице У второй Попробуйте Если вам непонятно Еще раз Просмотреть этот урок И Написать Такие же таблицы Ну, только Какие-то другие Сущности используют Например Ученики Да, там Дети Которые ходят На кружок шахмат Математики Там И так далее Что один ученик Может ходить И на футбол И на теннис И на хоккей И на футбол Ходит И Вася Петя И там Саша Вот Все это проделайте Самостоятельно Первый Второй Раз Я думаю Вам будет Немного сложновато А на третий Все это Будет Очень легко Ну и теперь Давайте запустим Код Давайте даже Выделим Все вместе Так Отправляется Команда Видим Да, тут уже Появляются Наши сущности И вот Появилась Таблица Песс Пассажиры Таблица И таблица Песс Такси Также Обратите Внимание На вот Эти колонки Да, вот Как они Обозначены Тут Желтенький Ключ Первичный Тут Желтенький Ключ Первичный А тут У этих полей Как и Синенький Ключ Так и Желтый То есть Два Вместе Этих поля Они Составляют Первичный Ключ Вот Но Каждая Из них По отдельности И Песс И Текси Айди Они Являются Внешним Ключом Так А ну Давайте Попробуем Посмотреть Схему Шоу Диаграм По-моему Здесь Так Вот Это Давайте Я Отдвину В сторону Чтобы Оно Не мешало И Вот Так Выглядит Ага Вот Так Вот Так Выглядит Наша Диаграмма Вот Таблица Такси Вот Таблица Пассажиры А вот Таблица Которая Их Связывает Это Таблица Пассажир Такси Так И Для этого Видеоурока Этого Будет Достаточно Тут Мы Создали Таблицу А Код Будем Писать Уже В следующих Уроках Так На этом Все Ставьте Лайки Подписывайтесь Я надеюсь Вам Было Все Понятно Я Старался Очень Подробно Все Это Объяснить Всем Пока Таблица Продолжение следует...